всем привет в этом видео разберем кейс по настройке рекламных кампаний кейс называется детская одежда и обязательно досмотрите до конца потому что будем рассматривать в этом кейсе такую штуку как реклама по событиям потому что изначально была настройка на трафик на просмотр целевых страниц потом когда на сайте произошла интеграция то есть был поставлен пиксель были настроены события в дальнейшем рекламу можно оптимизировать по этим событиям но мало кто знает это делать сейчас мы это все разберем но сначала рассмотрим кейс давайте включу сразу экран вот так выглядит страничка девушка зовут екатерина трафик мы вели на сайт вот ссылка на сайт вот так выглядит сам сайт как видите здесь пиксель установлен когда делали первоначальную рекламную кампанию пикселя не было потому что не успели поставить да и в принципе мы смотрели как трафик идет через рекламный кабинет статистику смотрели по кликам а сейчас у нас все есть все можем подробно посмотреть вот так вот выглядит рекламный кабинет вот та компания трафик сайт тест которую настраивал я вот это вот реклама который уже екатерина настраивает самостоятельно здесь у нас была оптимизация по кликам на ссылку здесь у екатерина идет уже оптимизация по просмотрам целевых страниц и видим что давайте мы откроем это объявление подробнее посмотрим по всем объявлениям в принципе я делаю рекламную кампанию тестовую на 1000 рублей чтобы посмотреть стоимость первичного трафика естественно стоимость будет меняться со временем с бюджетом но какую-то первоначальную вводную информацию мы можем получить мы видим что на 1000 рублей у нас было 180 кликов и было 169 просмотров целевых страниц стоимость просмотра целевой страницы 578 клик по ссылке 531 средний минимальный 312 максимальной минимальный 291 максимальной 822 по охвату на 1000 рублей у нас было 6788 принципе это такой показатель который может быть и выше на эту сумму максимально на моей памяти охват на 1000 рублей был 36000 человек тоже с целью трафик некоторые объявления у нас открутились хорошо оптимизация была на уровне компании поэтому facebook на сам перекидывал бюджет на какие-то самые удачные объявления некоторые открутились некоторые не открутились видим что есть кое-где релевантность оценка качества оценка коэффициента конверсии выше среднего средние в принципе для теста это нормальные показатели с которыми можно работать дальше и вот здесь еще тоже есть показатели выше среднего среднего выше среднего 314 давайте посмотрим какую аудиторию мы использовали в принципе у нас была одна и та же аудитория это была холодная аудитория мы полностью исключили людей которые взаимодействовали со страницы екатериной и исключили из показов в москву и санкт-петербург это были женщины возраст 25-40 и интересы были очень разные единственное что во всех компаниях были исключены администраторы страниц фейсбука показы были в ленте и показы были в интересном в инстаграм оптимизация была по кликам и выигрывала вот эта вот аудитория с интересами покупки интересы были детки ребенок и с ужина это все было с интересами онлайн покупки и вовлеченные покупатели вторая аудитория которая у нас выиграла это игрушки тоже давайте ее посмотрим все тоже те же самые настройки только теперь у нас были основные интересы это барби кукла плюшевые мишки лего и игрушки тоже были исключены администраторы страниц компании теперь когда мы настроили тестовую рекламную кампанию вот она у нас есть есть определенные результаты видим что трафик вроде бы работает можно масштабироваться объявление тоже работает заходят что делать дальше теперь на сайте катерина поставила пиксель он вот здесь вот работает мы видим у пикселю были настроены события мы видим что события есть просмотр страниц вот это вот он показывает не уникальных посетителей это значит один посетитель мог посмотреть нам 30 страниц 40 страниц то есть ни один посетитель одна страница веев контент это значит я не знаю какое точно было событие здесь настроено но значит он посмотрел определенную страницу это добавление в корзину и это покупки теперь что нужно делать как видим второе объявление у нас настроена но она настроена с целью просмотра целевых страниц у нас есть события которые настроены в принципе какие-то цели у вас по событию проходит где-то 50 50 событий в неделю у вас проходит то можно спокойно делать оптимизацию именно по этим событиям как это все делается это вы заходите в рекламный кабинет нажмете кнопку создать объявление здесь у вас есть вкладка конверсии вы ее нажимаете и нажимаете кнопку продолжить теперь у вас так как события настроены вы можете выбрать любое событие которое у вас настроено в рекламной кампании по пиксель вот видите здесь есть просмотр контента добавление в корзину и покупка нажмем допустим покупка и теперь фейсбук будет оптимизировать ваши показы то есть аудитории у вас останется то же самое которое вы использовали и на трафик и на просмотр целевых страниц и ну в общем то аудиторию которого раньше использовали но теперь фейсбук будет ее ранжировать с такой но таким образом чтобы вы получали как можно больше событий которые вы здесь указали например покупка то есть он всю аудиторию проанализирует посмотрит кто из них но больше склонен к тому чтобы совершить нужное нам действие и будет их подвигать вверх показов и будет показывать рекламную кампанию более целевой аудитории покупателей если скажем у вас есть задача показывать тем людям которые с большей вероятностью добавят в корзину можно делать это они будут добавлять в корзину но потом вы уже будете смотреть кто из них купила кто не купил и тем кто не купил вы будете делать дополнительную рекламу естественно чем лучше идет у нас конверсия то есть чем дороже если это покупатель то значит показа и все остальное будут у нас дороже скорее всего если эта корзина то возможно будет дешевле поэтому нужно тут смотреть уже дополнительно нужно делать настройки нужно опять тестировать сети конверсии и потом смотреть что лучше работает и продолжать уже оптимизировать сами объявления вот так вот выглядит настройка рекламной кампании у екатерины я не все опять же показываю не всю статистику которую я получил я показываю то что мне интересно если у вас есть какие-то вопросы обязательно задавайте мы это все обсудим екатерина вам огромное спасибо за то что вы приняли участие в тестовых рекламных кампаниях друзья если видео вам понравилось то поставьте лайк подпишитесь на канал всем желаю хорошего дня и успешного продвижения всем пока